Здравствуйте, любители игры на фортепиано! На наших уроках вы научитесь играть свои любимые мелодии с аккомпанементом. Основным девизом наших уроков будет сначала изучаем, то есть понимаем, что происходит. Потом учим, то есть запоминаем. Изучать мы будем три предмета. Ну, во-первых, как устроен вот этот инструмент. И как устроена сама музыка. И как эту музыку играть. На этом инструменте на фортепиано. Ну что, для начала познакомимся с устройством инструмента. Перед нами клавиатура с множеством белых и черных клавиш. Нажимая на клавишу, мы слышим звук. Это внутри пианино молоточек ударил по струне, и она звучала. Я снял палец с клавиши, и струна заглушилась. Звуки могут быть высокими, низкими, короткими, длинными, по одному или сразу. Как же вообще сориентироваться в этом черно-белом пространстве? Я предлагаю выбрать какой-то ориентир. Лучше всего для этого нам подойдет вот эта клавиша. Она находится между двумя черными. Ее можно найти и в других местах клавиатуры. Эта клавиша называется Ре. Действительно, их очень много. От Ре до Ре, это расстояние, называется октава. Таким образом, наша клавиатура разбила, разбита на абсолютно одинаковые отрезки, интервалы, которые называются октавой. Всего их семь на клавиатуре. А в каждой октаве мы увидим семь белых и пять черных клавиш. Вот они все. Вот белые, а вот черные. Всего двенадцать. Поочередно, нажимая клавиши, у нас получается мелодия. Мы сможем сыграть мелодию. Я вот сейчас сыграю мелодию Раймонда Пауэллса из репертуара Аллы Пугачевой. Миллион Аллых Рос. Это наша Ре. Мелодия постоянно кружится вокруг Ре. Это пятерая. Это дает возможность ее легко запомнить и сыграть. Всего в данной мелодии я сыграл четыре фразы. Абсолютно столько, сколько и текстовых фраз. Первая фраза. Это про миллионы. Миллион, миллион, миллион Аллых Рос. Вторая фраза. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Третья фраза. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен и всерьез. Третья фраза. Ну и, наконец, последняя. Свою жизнь для тебя превратит цветы. Четыре фразы. Ну вот, цель нашего урока, научиться играть мелодию из этих четырех фраз. Я не случайно их выбрал. Именно эти фразы. Они очень легко запоминаются. Начинается первая фраза. Соседки справа от нашей ноты Ре. Это Ми. Именно на этой ноте Ми и играется первый миллион. Миллион. На ноте Ре второй миллион. Миллион. И, наконец, еще дальше. Это нота До. Соседка слева от нашей Ре. Это До. Вот они все, три миллиона. Миллион, миллион, миллион. И теперь от Ре. Алых роз. Надо идти в другую сторону. И у нас получится Алых роз. Ну что ж, всю фразу. Миллион, миллион, миллион. Алых роз. Мы вышли за пределы. И уже попали в ноту Фа. До, Ре, Ми, Фа. Интересно, что эта мелодия устроена таким образом, что начало следующей фразы цепляется за окончание предыдущей. Вот я на Фа закончил Алых роз. И с нее теперь буду играть дальше. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Очень легко запомнить. И тоже по три раза надо постучать по каждой клавише, потом уйти наверх. Третья фраза. Я остановился на Ми. Значит, с нее будем идти дальше. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен. И всерьез. О, может, зацепили еще соседку одну. Одну переду, это Си. Остановились на Ре. Ну, конечно, последнее. Свою жизнь. Готит цветы. Мы дошли до ноты Ля. Всего использовали вот в этом диапазоне шесть клавиш. Белых клавиш. Вот наш ориентир. А вот все остальные. Ну, как известно, в звукоряде основных нот-то Си. А у нас только шесть. Мы ноту Соль еще не использовали. Вот она. Или вот здесь она. Но в данной музыке она не нужна, поэтому она нам и не вязать. Ну, запомните, вы ее можете. Она рядом с Фа. Соответственно, Фа и Соль. Итак, подведем итоги. Вы правой рукой уже можете сыграть мелодию. Более-менее ориентируясь пока только на небольшом вот этом участке. И к тому же вы уже познакомились с названием всех основных клавиш белых. Вот проверим. Вот теперь от Фа. В начале урока я обещал вас научить играть не только мелодию, но и аккомпанемент к ней. Но аккомпанирует у нас левая рука. Конечно, так вот поначалу сложно играть. Мы это поговорим на следующих уроках. А именно на этом мы выберем для аккомпанемента всего лишь одну ноту в левой руке. Но басовую. Таким образом, правой рукой мы будем играть мелодический рисунок. А левый в нужный момент, я вам расскажу когда, нужно нажимать три баса. Я их пометил. Вот Ля у меня красный. Ре у меня голубой. И Ми у меня зелененький. Они еще и геометрические фигуры разные. Треугольник. Круг. И квадрат. Ну что ж, начинаем с Ля, то есть с красный. Миллион, миллион, миллион алых роз. Начало фразы у нас было на красном. А в конце на розах мы перешли на клавишу Ре. Уже нам известно. Вторая фраза. Все наоборот. Мы начнем здесь, а придем сюда. Третья фраза. Начнем здесь, но уйдем в ту сторону. Наконец, четвертая. Тоже все наоборот. Начнем внизу с треугольника и вернемся на красную. И играю еще подряд. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Два, три, четыре. Ну вот. Наш урок окончен. Вы должны дома потренироваться. Правой рукой поучить мелодию. Обратите внимание, что мелодии, как правило, играются порциями. По четыре клавиша. Значит, у вас в запасе должно быть четыре пальца. Вот они все. Если приходится сдвигаться, значит, вы перенесите. Вот, у вас опять их хватило. И еще можете сдвинуться. У нас даже мизинец не участвует. У нас достаточно вот этих четырех. Первого, второго, третьего, четвертого пальца. Потому что мелодия каждый раз сдвигается и находится на четырех клавишах. Ну и, конечно, присоедините бас, который нужно начинать в начале фразы и в ее конце. Вы можете сначала даже с помощью баса попеть мелодию без мелодии, без правой руки. Миллион, миллион, миллион алых роз. Или кто плохо поет, просто можете поговорить. Из окна, из окна, из окна видишь ты. Ну и так далее. Вот. А потом соедините правую с левой. Конечно. Аккомпанемент можно сыграть и посложнее. И на следующих уроках мы этим займемся. Я просто могу показать, как можно по-другому сыграть. Ну вот. На следующем уроке мы познакомимся с природой звука. И узнаем, что такое аккорд и откуда он взялся. До следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok